Всем ни хао, голдфрендяо, вы на канале Влад Ленин Плей и... С возвращением, сученьки! Второй сезон сериала про тяжелую на прошлой мать и страдающую из-за него дочь, что пытается понять, почему именно так, а не иначе, а проще говоря Джинни и Джорджия, стал приятным и интригующим подарочком всем фанатам, которые этого ждали, и просто впервые столкнувшимся с шоу зрителям, что выпал как раз на новогодний период, скрасил пару-тройку заснеженных вечеров за чашечкой горячего шоколада или чего-либо угодно другого и заставил испытать бурю эмоций в градации от «я не плачу, это мне просто что-то в глаз попало?» Да боже мой, какого же черта происходит, давайте быстрее, я хочу узнать, что дальше! Второй сезон с самого начала, без какого-либо промедления, продолжает старые сюжетные линии. Джорджия готовится к своей самой заветной и волшебной свадьбе с мэром городка Уэллсбери Полом Рэндольфом, попутно натыкаясь на разные степени тяжести подводные камни, а Джинни в свою очередь пытается осмыслить тот факт, что ее мать совершила убийство и плюс ко всему переживает обычные для своего возраста подростковые драмы. Отношения с Маркусом, о которых мы с вами сегодня еще поговорим, как и о многом другом, ссоры с подружками, прогулы в школе и тому подобное. Также, по ходу дела, сезон открывает нам новые события и героев, некоторые из которых своим присутствием подливают масло или даже бензина в пламя, которое и до них нехило так горело. К слову, о пламени фактически чуть ли не центральной темой продолжения стало самоистязание Джинни, а точнее в целом вопрос о психическом здоровье. То есть до этого в сериале теми травм и депрессивных состояний персонажей уделяли внимание, но на этот раз в эти дебри решили зайти куда дальше. Причем настолько, что даже поначалу, где-то первые 3-4 серии, связующие дуэт сериала, то есть Джинни и Джорджия, по большей части находится порознь, лишь изредка собачьась друг с другом и бросая осуждающие взгляды. Джинни, опираясь на отца и понимая, что с этим нужно что-то делать, начинает посещать психотерапевта, чтобы перестать себя сжечь и тащить за собой тот груз ответственности, который она чувствует за поступки матери, Маркус, незаметно для окружающих, так как держит все в себе, потихоньку погрузился в глубочайшую депрессию, Джорджию не без причины, все чаще начали посещать панические атаки, она все так же старается убежать от своего темного прошлого, старательно собирая этот свой пазл идеальной жизни, от которого то и дело что-то отваливается или куда-то не туда встает. Это, конечно, одни из самых ярких примеров, но в целом с остальными там примерно все в таком же духе. В общем, шоу вырисовывает перед нами все эти сложные эмоциональные истории, и как бы укратко, и точнее скорее даже напрямую, в очередной раз говорит нам о том, что не стоит закрывать глаза на свои ментальные проблемки, если они, конечно, имеются. Помимо этого, стоит отметить, что сериал все так же остался верен самому себе, и его авторы в очередной раз очень умело скомбинировали подростковые и взрослые миры, тем самым удовлетворяя разные категории зрителей. То есть название шоу себя оправдывает, и тут действительно никто явно не перетягивает на себя одеяло внимания. Можно спокойно быть трудным подростком вроде Джинни, которому это не то, это не так, земля уходит из-под ног и все вокруг виноваты, или же с пониманием и чуткостью относиться к Джорджи, молодой матери, что пытается уследить за всем, наладить как-то свою личную жизнь, и при этом ежедневно находить общий язык с детьми. Финал этого, а вот здесь, именно туточки, крайне рекомендую пока притормозить тем, кто пока еще не ознакомился целиком со всем вторым сезоном, либо не успел посмотреть его вообще, потому что далее в течение ролика будут проспойлерены все важные и неожиданные повороты, так что будьте осторожны и обязательно возвращайтесь, когда посмотрите финальную серию. Ну а для всех, кто это уже сделал, поехали дальше. Финал этого многогранного, остросюжетного триллера, детектива, семейно-драматическо-подросткового проекта без преувеличения, надо сказать, вышел на славу. Мощный клиффхенгер, помимо ломки, от желания поскорее узнать, что будет дальше, дает нам стойкое понимание о том, что продолжение должно быть, но неизвестно когда, а многочисленные сюжетные повороты, происходящие в течение сезона, подбрасывают нам еще сотню-другую вопросов, которые заставляют яростно крутиться наши шестеренки и размышлять о том, что же там, как и почему может быть. И сегодня мы постараемся пройтись с вами по всем этим вопросам, или по крайней мере по их большинству, которые шоу в этот раз оставило без ответа, а также послушаем, что насчет некоторых из них, финала, дальнейшего развития событий, соответственно третьего сезона, думают актеры, ну и непосредственно сами создатели шоу. А если у вас есть желание поддержать канал в этот далеко не простой период, подключайтесь к моей страничке на Бусти, там вас ждут различные дополнительные материалы в виде новых интервью с актерами, которых нет на канале, привилегии в виде раннего доступа к некоторым роликам и эксклюзивные художественные арт-работы. Вступайте в отряд отважных ленешей, топящих за развитие и поддержку канала, и параллельно получайте различные бонусы. Итак, во время премьеры второго сезона журналисты специально для канала программы Entertainment Tonight расспросили актеров главных ролей и авторов сериала о самых животрепещущих моментах продолжения и попросили высказать свое мнение на их счет. Первым, о чем зашла речь, был, конечно же, финал. В здании Мэри при помощи Джинни на скорую руку организованная отмененная, но так долгожданная свадьба Джорджа и Пола, неожиданная и шокирующая для всех, прерывается арестом невесты. Что же теперь? Как так? Что вы можете сказать по этому поводу? Люди бурно обсуждали Клиффхенгер первого сезона, но Клиффхенгер второго... Он настолько вышел за пределы, что буквально просто падает в никуда. И оттого интересно узнать, что там дальше. Но я должен сказать, как человек, который является просто поклонником этого шоу и также в нем играет, что такой персонаж, как Джорджа, в исполнении Брианы, которая заставляет людей полюбить ее, это то, перед чем я трепетал с первого дня. Ну мне, что мне нравится в шоу, так это то, насколько несовершенны все эти персонажи. Никто из них не завернут в идеальную обертку, потому что это не жизнь, это шоу. Там ведутся беседы о проблемах нашего психического здоровья, о нашей человечности. И так что ясен, красен, что второй сезон не собирался заканчиваться на идеальной ноте. Свадьбе с Полом. Она так смотрит на него, когда они танцуют. Ее мечта становится явью. И тут, конечно, розовые очки спадают. Это то, почему Джорджа и не верит в счастье. Там такой прекрасный монтаж со свадьбой. Все, казалось бы, ну, понимаешь, устло на розами. И ты просто тонешь в этом чудесном моменте. И тут вдруг резко все прерывается. Вламывается полиция, Джорджу арестовывают. И это было самым шокирующим для меня. Я прям очень офигел, потому что я не ожидал, что Джорджа столкнется с такими серьезными проблемами. Хотя она на самом деле сделала много нехороших вещей. Но она вроде как человек, который везде может выкрутиться. Поэтому, когда я прочитал этот момент, я был прям серьезно удивлен, потому что это на самом деле произошло. Но я очень заинтригован насчет того, что будет дальше в третьем сезоне, если он выйдет. Как развернется дальше история с Джинни, Остином и с ней. И чем это все по итогу обернется. А я знала, что так будет. Знала обо всем с первого дня. Но при просмотре легче от этого не стало. То есть, когда снимаешься в этом на съемках, это одно. Когда смотришь со стороны, как зритель, это другое. Я была дико расстроена. Я такая, в смысле, все, давайте дальше. То, что происходит в самом конце сезона, на свадьбе, в самом финале второго сезона, я думаю, это то, чему будут удивлены все. Впечатляющий клиффхенгер. Да. Вообще, мы старались придерживаться... Придерживаться формуле первого сезона, так что кадр с Джорджей, уезжающей на полицейской машине, поставлен так же, как кадр с Джинни и Остином, уезжающих на мотоцикле. Да. Так же, как и с Вирджинией. Это было по плану. Да, да, этой семье просто не может повезти. Что ж, для Джинни и Остина такой кульбит станет, вероятно, одним из самых серьезных эмоциональных потрясений. Так как они всю жизнь провели на попечении у Джорджи, у них образовалась своя своеобразная семейная команда, в которой, наконец-таки, практически полноценно начали находить общий язык друг с другом, и даже кооперативно сработались, пытаясь замять косячок с выстрелом в очередного батю, ну а теперь, арестовав ее, их бац и разлучают на неопределенный срок. И главным вопросом в этом моменте стоит, а что же с ними дальше будет. Поскольку есть, как минимум, три варианта, а точнее, три отца, один из которых отчим, под крыло которых могли бы отправиться дети Джорджи. Конечно, в этой раскладке, думаю, стоит сразу отсечь папу Остина, то есть Гила. Во-первых, потому что малыш, защищая свою маму от побоев, дал ему просраться, выстрелив в плечо, и теперь просто не переваривает. Но, во-вторых, благодаря Полу и его связям, этот персонаж, по крайней мере, пока скрылся из поля зрения. Хотя еще и может вернуться, учитывая ситуацию, поскольку у него есть козырек в виде показаний против Джорджи, которые он, преследуя тогда свои корыстные цели, не дал детективу Габриэлю Кордове. Но это более чем наверняка не повлияет на Джинни и Остина, в том плане, что их никто не разлучит. Если, конечно, кто-то из них не захочет этого сам. То есть у Джинни, как мы знаем, практически весь сезон наблюдали серьезные психологические проблемы, в большинстве своем связанные с чувством ответственности за поступки своей матери. Под конец эта тема потихоньку начала налаживаться. Они с Джорджей стали говорить друг другу правду, вместе сходили на сеанс к психотерапевту, вроде бы выяснили, что конкретно не так. Мама ей рассказала, что это убийство было только для того, чтобы ее защитить и прочее. А тут внезапно под конец вылазят шишки, которые могут все это разрушить. В последний раз к ней приходит детектив, сообщает о том, что Джорджа играет в бога, играет с судьбами людей и спокойно может причинить кому-то вред. И это все в глазах Джинни практически тут же как бы подтверждается, когда Остин проговаривается о том, что он никому ничего не говорил. Собственно, про убийство Джорджей мужа Синтии Фуллер, которое случайно заметил, когда играл в прятки. Да, он не сказал Джинни, что конкретно он не говорил, но она у него по-любому это спросит, и тот, скорее всего, расскажет. Возможно, Джинни, обремененная этой информацией в попытках сбежать от всего этого, как это было в первом сезоне, отправится к своему родному отцу, к Зайону. Или же пойдет еще дальше и уедет вообще к своей бабушке, которая приезжала на рождественский ужин и просила звонить, как только что-то понадобится. В целом, конечно, Джорджа могла бы забрать с собой и Остина. Но учитывая то, что последний навряд ли этого захочет, так как с матерью у него другой уровень отношений, он к ней более привязан, и с Полом они хорошо ладят, и к тому же теперь он официально их отчим, эта затея может навряд ли выгореть. То есть Джинни, если захочет, сможет сбежать, а вот Остин в силу своего возраста и под влиянием Пола, скорее будет более послушным. Если же Джинни никуда не убежит и решит остаться с мэром, будет, что для этого сериала обычное дело нелегко, так как, скорее всего, в дальнейшем начнутся различного рода разбирательства, и, возможно, ей предстоит давать показания. И вот тут может настать время тяжелого морального выбора. То есть Джинни станет либо покрывать Джорджу, либо раскроет все карты. Возможно, кстати, она могла бы поначалу остаться с Полом, а потом, уже узнав о том, что ее будут допрашивать, сбежит. Не ахти, какие варианты, потому что сбежав даже к бабушке, ее все равно могут найти, но напоминаю, что мы здесь только предполагаем и рассуждаем о том, что могло бы быть. Как известно, Джорджию прищучили за убийство Тома Фуллера. Такие актеры, как Кэти Дуглас, что сыграла Эбби, и Сара Вайсгласс, что сыграла Максим, на пару со своей игровой мамой и игровым братом, считают это одними из самых неожиданных моментов. Лично для меня самым шокирующим моментом второго сезона была сцена, когда Джорджия решила покончить с жизнью мужа Синтии. Я подумала, что это довольно смелый шаг, я, конечно, не могу понять, как я к этому отношусь, но я реально подумала, что это что-то интересное и очень крутое, но это, конечно, также и шокировало меня. Да, я этого еще не видел, поэтому вообще не собирался комментировать. Убийство Джорджии и Тома. Да, я прочитала это, а потом еще раз перечитала. Я такая, секундочку, я что-то пропустила? В том, что ее чувство задело, а потом такая, нет, эту девчонку так не прошибешь. Ну, вообще, по факту, чувство Джорджии задело Синтии. Она не раз видела, как ей приходится тяжело с парализованным мужем, как она и ее ребенок страдают в виде угасающего любимого человека, который, по словам врачей, должен был уйти еще на Рождество, но до сих пор жив, а тут еще, плюс ко всему, по доброте душевной миссис Фуллер решила подсобить и избавила ненавистного бывшего муженька Гилла от возможности снять квартиру. Конечно, Джорджия, взвесивая у себя там в голове все за и против, только из лучших побуждений, в своей манере, с целью покончить с этими муками, решила взамен избавить Синтию от мужа. Так сказать, дожать рычаг, смелости которой дернуть сразу у нее не хватало. И тем не менее, как бы там ни было, убийство есть убийство, и этот благородный со стороны Джорджии поступок вышел ей боком. Детектив Габриэль Кордова, который уже и не надеялся найти хоть какую-то весомую зацепку, за которую можно было бы прижучить Джорджию, и вообще собирался валить, как только узнал о смерти Тома Фуллера и о том, что там присутствовала Джорджия, незамедлительно позвонил в полицию. И она приехала на свадьбу и забрала Джорджию. Здесь, естественно, и закономерно встает вопрос, а какие же это неопровержимые доказательства предоставил Кордова, что все сложилось именно так. В поисках хоть какого-то логичного ответа на этот вопрос, давайте для начала обратимся к создателям сериала. В интервью изданию TV Line, исполнительный продюсер и автор шоу Сара Лэмперт, которую мы с вами сегодня уже видели, в обсуждении событий сезона, а если быть точным, конкретно о ситуации, которая произошла между Джо, Синтией Фуллер и Джорджией, которая узнала о том, что они спали, а также финала с арестом и того, что нас будет ждать в третьем сезоне, мне сказала следующее. Во втором сезоне не так уж много сцен между Джо и Джорджией, но что касаемо Джо во втором сезоне мне понравилось, так это то, что мы стали немного пятнать его светлую репутацию, в том смысле, что в этот раз мы копнули глубже и увидели его другую сторону. Несмотря на то, что именно сейчас они не подходят друг другу, и она очень любит Пола Рэндольфа, у Джорджии и Джо намного больше общего, чем вы думаете. То, что происходит в эпизодах с восьмого по десятый между Джо, Синтией и Джорджией, сыграет огромную роль в третьем сезоне. Опираясь на это, уже можно выдвинуть парочку предположений. Судя по всему, после звонка в полицию, Кордова мог пойти к Синтие Фуллер, что вполне логично, ведь именно у нее дома и с ее мужем произошел этот инцидент. Детектив, встретившись с миссис Фуллер, мог спокойно выложить ей все, что нарыл на Джорджию за время своего расследования, а также в том числе, думаю, без проблем бы, убедил ее в том, что это именно она убила ее мужа. И та, более чем с 90% вероятностью поверила бы ему, поскольку она в курсе, что Джорджия нечиста на руку, и в первом сезоне, после ситуации с кражей денег, она в этом убедилась, а также не раз признавалась, что они не друзья, и она ее ненавидит. И предоставленная детективом информация о прошлом Джорджии, а также новость о том, что это именно она оборвала жизнь ее мужа, думаю, заставила бы забыть ее об обменах любезностями и одолжениях, которые они периодически делали друг другу и разгорячила бы ее еще сильнее. После этого, если, конечно, Кордова не обнаружит там каких-то конкретных доказательств на самом месте преступления, отпечатков, следов или, может быть, записей с камер наблюдения, если не в самой комнате, где лежал муж, то, может, наружник, на улице, они, вероятно, отправились бы в участок, где Синтия дала бы все необходимые показания. Помимо всего этого, еще одним косвенным подтверждением того, что именно Синтия приложит руку к аресту Джорджии, можно назвать то, что после сцены с умерщвлением Тома нам вообще больше ни разу ее не показывают. Ни оплакивания мужа, ни какой-то подготовки к похоронам, вообще ничего, значит, в этом сезоне эти события остались за кадром, и в следующем нам могли бы показать, чем она занималась до начала свадьбы. Также всему этому процессу мог бы посодействовать и Ник, которому Габриэль перед праздничным мероприятием поведал всю правду матку, и он, несмотря на то, что вроде бы как действительно стал другом для Джорджии, на свадьбу не явился. Значит, на него это более чем вероятно повлияло, и он мог разболтать все, что сам знал про Джорджию. Что касаемо Джо и того, как он мог бы повлиять на все это дело, думаю, очевидно, если опираться на слова автора проекта, и в целом того, что творилось с этим персонажем в последних сериях, он будет на стороне Джорджии, и, видимо, даже сообразит или найдет способ, как ей помочь. То есть, если обратиться к тем самым флешбекам с его прошлым, которые нам показывали во втором сезоне, можно узнать, что этот парень был еще тот хитрый лиз, и далеко не из робкого десятка. В том плане, что он знал, как наказать своего обидчика, даже если в силе он ему значительно уступал. Но главная суть здесь в том, что, возможно, Джо в будущем в целях вытащить Джорджию из тюрьмы что-то кому-то, может быть, той же Синти, незаметно подложит или подкинет. И, в общем, сделает так, чтобы те улики или те показания, которые Кордова предоставил полиции в качестве доказательств вины, станут недействительными. Или, что еще хуже, лживыми. Что в случае с показаниями вообще может стать серьезной проблемой для Синти. Настолько, что даже вместо Джорджии посадят ее. По сути, получается, опять же таки, если прислушаться к словам автора, что вся эта история с Джо, а точнее связь Джорджии с ним, по итогу каким-то невероятным образом может выбраться на первый план. Тогда выйдет, что нас с первого сезона, начиная с флешбеков там, где Джо подарил очки Джорджии, и заканчивая тем, что именно он заставляет ее чувствовать себя в безопасности, готовили нас к тому, что именно эти два персонажа по итогу будут вместе. Конечно, пока кажется и звучит чем-то из ряда вон выходящим. Но, если так подумать, даже несмотря на то, что Джорджия призналась Полу во многом, она не рассказала ему все. То есть, по факту, сообщила только ту правду, которая помогла избавиться от Гилы. Узная он все, что она сотворила, неизвестно, как он отреагирует в таком случае. И даже пока неизвестно, как он отреагирует на новость об убийстве Тома. И чего уж там говорить, что эти события могут очень сильно уронить карьеру мэра, которую он так тщательно выстраивал с самого нуля, без помощи своих богатых родителей. Само собой, разумеется, мы также не знаем, как и Джо бы на это отреагировал. Потому что он-то как раз пока что знает меньше всех, но если он реально решится на криминал ради Джорджии, это уже будет говорить о многом. Следующий вопрос, касаемый отношений, которые волнуют не меньше предыдущего, это, конечно же, вопрос о парочке, которая теперь, по крайней мере, пока стала парочкой друзей в виде Джинни и Маркуса. Крайне тяжкое, болезненное и эмоциональное расставание которых отметили как то, что их очень сильно удивило и шокировало такие актеры, как Мейсон Темпл, что сыграл Хантера, и Антония Джентри, что играла саму Джинни, и которой довелось прожить эту сцену не один десяток раз. Я вообще не ожидал, что Джинни и Маркус расстанутся. Это было непредсказуемо и, ну, стало для меня шоком, и это всё в том же коридоре произошло. Я заливалась горем. Я помню, как мы с Феликсом это репетировали, это был очень долгий день тогда, было уже часа два ночи, и мы все хотели домой. Мы очень устали, и должны были отыграть эту сцену расставания, которая была очень-очень важной. И вот как раз на этой репетиции нас уже буквально разрывало. Мы вроде как не хотели делать это друг с другом. Это было душераздирающе в том смысле, что эти два персонажа понимают друг друга так, как другие в шоу не понимают, и они друг друга поддерживают. Но я думаю, что ключевое различие между ними в том, что Маркус, он держит всё в себе, а у Джинни много. Я прохожу через это, прохожу через 100, 5, 10. Так что это очень больно видеть, как они разваливаются из-за своих личных, ну, несостыковок, которые влияют на их общение. Но я думаю, что это очень по-взрослому, то, что они предприняли попозже, когда Джорджия поняла, что Маркусу нужен друг сейчас, и эта шикарная сцена в 10 эпизоде, где Джинни обнимает его и говорит, что будет рядом. Я думаю, что они всегда будут в жизни друг друга, в какой бы... в какой бы то ни было форме, которую это могло бы принять, если мы это ещё увидим, но, думаю, фигурировать в жизнях друг друга они будут точно. Да, да, кажется, что оно действительно так и есть, ведь их полу-разрыв служит лишь отражением их проблем, как с психическим здоровьем, так и тех, что творятся внутри семьи, что в случае с Джинни особенно актуально, а не отсутствием любви друг к другу. Однако вопрос всё ещё остаётся открытым. Вернутся ли в продолжение эти персонажи к своим былым отношениям и вновь станут полноценной парой, или же так и останутся лишь друзьями, что просто готовы быть рядом? Думаю, что, по крайней мере, в начале следующего сезона самих персонажей эта дилемма будет беспокоить меньше всего, так как они оба будут загружены своими личными демонами, с которыми нужно бороться. Особенно Маркус, потому что не стоит забывать, что форточка-то ещё зашуруповёрчена, и проходить в дом через какие-то непонятные для него дверные отверстия, это большой стресс. Ну и так, кроме шуток, благодаря Джинни он же тоже в курсе убийственного прошлого Джорджии, поэтому также замешан в этой криминальной каше, что, увы, но доставит головной боли всем её участникам. Тем не менее, в будущем, с течением времени, так или иначе, учитывая то, что отношения Маркуса и Джинни в прошлом уже преодолевали различного рода разногласия, думаю, у них всё ещё есть неплохой шанс на то, чтобы снова быть вместе. Более того, мне даже кажется, если ситуация с Джорджией в край выйдет из-под контроля, и нужно будет вновь сбегать из города, прощаться с друзьями и тому подобное, эти ребята даже могли бы уехать вместе. Теперь давайте узнаем, что по поводу третьего сезона думают сами актёры. У них поинтересовались, что, по их мнению, там должно быть, и каким вообще будет продолжение. Я считаю, что всё может пойти в другом направлении, то есть сериал как бы приобретёт немного другой тон. Я к тому, что у второго сезона уже был свой, совсем другой, отличающийся от первого вайп, и я думаю, что мы продолжим пытаться как-то удивить зрителей и развлечь их. Это мюзикл. Третий сезон будет мюзикл. Мне нужно брать уроки. Так, просто подмигни мне, если мне нужно брать уроки мастерства. Нет. Чечётка важная часть нашего шоу. Да, мы будем вот так все делать. Пам-парам-пам-парам-па. Знаете, я обожаю хорошие любовные треугольники. Поэтому думаю, с этим было бы весело поиграть. И просто наблюдая, как Зайон начинает всё дальше отдаляться от Джорджи, поскольку это уже происходит. Понимаешь? Я думаю, что движущая сила любого романтического сериала или того, что мы делаем, это и есть любовные треугольники, в которых очень забавно играть. Я думаю, что Джорджи нужно придерживаться одного мальчика за раз. Но, эм... Это было бы, возможно, неплохо, не знаю. Создатели сериала мозги работают быстрее, чем мне могло бы что-то в голову прийти. Так что посмотрим, что они приготовили. Я хотела бы увидеть Джинни хоть разочек счастливой, это было бы здорово. Ещё бы, точнее не скажешь. То есть я хотела бы, чтобы это длилось больше одного эпизода за раз. Эм... Ну, не знаю. Эм... Я вообще уже в курсе некоторых идей, которые у них есть на тот случай, если нам посчастливится увидеть в будущем больше сезонов. Эм... И это, честно сказать, меня пугает. Не буду вам врать, я в шоке. Вот-вот это уже пугает. Видимо, Джинни совсем придётся не сладко. Но в целом оно, конечно, и не удивительно. И как я и упоминал ранее в ролике, возможно, её будет ждать какой-то очень сложный моральный выбор, связанный либо с какой-нибудь дачей показаний за Джорджу, либо против неё, либо, может быть, у неё будет стоять вопрос о том, сбежать или остаться. То есть, в любом случае, что она, что её брат Остин очень сильно связаны со всем этим делом. И правоохранительные органы рано или поздно могут к ним обратиться, допустим, за подробностями жизни с матерью. Плюс, на время всех этих разбирательств могут спокойно наложить на них какой-нибудь запрет на выезд и всё в таком духе. Но, опять же, это лишь мои личные догадки. И точный ответ на все эти вопросы можно найти только у авторов этого проекта, которые, между прочим, уже давным-давно всё продумали и мало того, что знают, что будет в третьем сезоне, так ещё и в курсе, как всё сложится в четвёртом. У нас уже продуманы третий и четвёртый сезон, всё спланировано, так что даже то, что произошло во втором сезоне не будет иметь смысла. Пока вы не посмотрите третий, не осознаете, ах, вон, как всё устроено. Всё тщательно спланировано, выставлено, чтобы мы перешли к третьему сезону. Да, официального анонса третьего сезона у нас пока нет, поэтому нам нужно, чтобы как минимум 53 миллиона человек снова посмотрели все 10 эпизодов в первые 30 дней. Это нужно, чтобы состоялся третий сезон, если всё по итогу срастётся. Будущий сезон будет совершенно отличаться от прошлых. Мы попадём в такие дебри, в такие места, которые, думаю, даже представить себе никто не мог. Это будет неожиданно. А ещё я думаю, что это будет... Также и очень забавный сезон. В первом сезоне мы как бы разделили, разбили персонажей, во втором провели весь сезон, собирая их снова. Этот процесс занимает очень много времени, так что теперь, когда мы всё это проделали с ними, прошли все эти американские горки, в третьем сезоне, мы реально можем замутить всё, что угодно. Ещё хочу добавить к тому, что сказала Сара. В конце второго сезона наша основная семейка действительно собралась вместе, да. Поэтому в третьем сезоне всё сложится так, что Джинни, Джорджия и Остин будут вместе в одной упряжке, замешаны во всё, что происходит. Так что это будет что-то новенькое, из чего мы стартанём в будущем. Да. А ещё наше любимое, это последнее, что я скажу, наша любимая вещь в шоу, это то, что люди после просмотра думают примерно об одном. Какого чёрта это было сейчас вообще? Ну как бы не сказать, конечно, уже после того, как Кордова позвонил в полицию, было понятно, что на свадьбе обязательно будет что-то не так. Но да, градус ожидания продолжения после финала, конечно, невероятно повысился. А вот что насчёт просмотров и официального продления шоу, согласно информации от издания ScreenRant, в отчётный период со 2 по 8 января второму сезону Джинни и Джорджии удалось сбросить мега-хайповую и популярную Уэнсдей с верхушки зрительского рейтинга, которая держалась там в течение 6 недель и занять первое место по просмотрам. То есть, как говорится в статье, он набрал 184 миллиона часов просмотров примерно за половину отслеживаемого периода, так как начал крутиться на платформе с 5 января. Это можно считать уже очень даже неплохим результатом, поскольку первый сезон в своё время собрал 380 миллионов просмотров по всему миру, ну а этот сезон, судя по его начальным результатам, без проблем сможет собрать столько же, если не больше. И ему нужно собрать больше, так как для Netflix увеличение интереса и зрительской аудитории с последующими сезонами очень важно. Собственно, именно поэтому создатели проекта и сказали, что для того, чтобы состоялся третий сезон, нужно, чтобы проектом было заинтересовано как минимум 53 миллиона зрителей, так как в прошлый раз компания одобрила продление шоу на второй сезон, когда проект набрал 52 миллиона зрителей за 28-дневный период. Кстати, напомню, что для того, чтобы роликов, интервью, обзоров и разборов по этому сериалу было тоже побольше, просмотры, а еще ваша активность, лайки и комментарии тоже играет очень большую роль. Без всего этого в достаточном количестве этот ролик, скорее всего, может стать последним по этому шоу, по крайней мере, до выхода следующего сезона, и на все интересные интервью с актерами этого касса, которые я еще присмотрел, придется подзабить. Помимо этого, для стриминговой платформы важен процент досматриваемости. То есть, если много народу начинают смотреть сериал, а потом бросают его где-то на середине, значит, это показатель того, что шоу вялое, скучное или какое-то неинтересное. Таким макаром приходит понимание того, что проект в дальнейшем станет просто нерентабельным, и смысл выпускать его продолжение теряется. Как раз именно такой печальной участи удостоился новый сериал от создателей Тьмы 1899, у которого с этим показателем были большие проблемы. Только 32% зрителей досмотрели его до конца. Ну и как раз таки очень многие жаловались на то, что этот сериал довольно нудный. Или же одним словом ну просто не для всех. То есть, это не значит, что он плохой, просто долго раскачивается и нужно вникать. В общем, как вы поняли, этот показатель очень важен для Netflix и для больших шансов на создание продолжения процент досмотра должен быть ну выше 50%. Чисто по сугубо моим личным ощущениям, думаю, что у Джинни и Джорджи с этим не должно быть проблем. Потому что за время просмотра всех 10 серий у меня ни разу не возникало желания скипнуть или перемотать серию, а наоборот хотелось все дальше, дальше, больше и больше. Ну и как бы сама история, ее постоянное развитие и финальный клиффхенгер ко всему этому располагают. Что еще немаловажно, думаю, что в процессе съемок такой сериал как Джинни и Джорджи намного менее затратный, чем допустим те же Винкс, для съемок которых нужно куча всяких красивых локаций, интересных мест с необычной природой, ну и самое главное последующие вложения в создание графики. Этот сериал, кстати, закрыли, если не ошибаюсь, потому что его просмотры были на уровне прошлого сезона, что, как я уже говорил, тоже не есть хорошо. В целом, считаю и надеюсь, что по истечению этого месячного проката сериала на стриминговой платформе, Джинни и Джорджи более чем с 95% вероятностью все-таки продлят на третий сезон. Но что думаете вы по всем тем поводам, которые мы с вами сегодня поднимали? Что конкретно Кардова предоставил полиции, как доказал, что именно Джорджия была виновата в смерти Тома? Как сложится судьба Остина и Джинни в отсутствии матери? И когда по-вашему будет или будет ли вообще третий сезон? Пишите в комментариях. А в качестве дополнительного бонуса на Бусти в течение пары дней добавлю интервью с Антонией Джентри, Брианой Хоуи, Феликсом Маллардом и Сарой Вайсгласс, которым дали оценить, еще раз просмотреть и прокомментировать самые шокирующие сцены из второго сезона Джинни и Джорджи. Но в этот раз выражаю мое почтение и огромнейшую благодарность таким новеньким ленышам, вступившим в команду поддержки на Бусти как Массон, Яков Пуйко или Пуйко, Никита Смирнов, Тиша, Анастасия Юдина, Катрин Форвард, Пчелка Майя, Екатерина Думчева, Лера Бабушкина и Ронни Файн. Также, безусловно, горячо благодарю всех, кто поддерживает канал уже не первый месяц. Это греет сердечко, дает не пропадать с радаров и вселяет надежду в то, что у канала еще есть свое будущее и стоит и дальше продолжать развиваться. А чтобы в случае чего меня не потерять, не забывайте подписываться на другие соцсети. Паблик ВК, Дискорд, Телеграм, Яндекс Дзен и даже ТикТок. На трансляции тоже не забывайте приходить. Имеется у меня страничка наподобие Твича под названием Трова. Там мы общаемся за все, связанное с играми, фильмами и тому подобным. Копим ману на ракету, которая там продвигает. Это, можно сказать, основная площадка для трансляций. И именно оттуда, в отличии от Ютуба и ВК, куда идет ретрансляция, ваши сообщения будут отображаться на самом стриме. В общем, платформа забавная, присоединяйтесь, каждому буду рад. Все необходимые ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok